Приветствую вас! Значит, что я могу сказать по поводу текста, который вы написали. Данный текст есть, по сути, жалоба. По сути, конституция определенного факта. Данный текст есть иллюстрация определенных проблем. Данный текст свидетельствует о наличии кризиса у вас. И данный текст свидетельствует о том, что вы склонны к зависимым, созависимым отношениям. Вот. Но, пишите вы свой текст из позиции жертвы. И я рекомендовал бы вам, в первую очередь, ознакомиться вот именно с этим моментом. То есть, треугольник Карпмана, треугольник судьбы, я рекомендую вам его изучить, я рекомендую вам его посмотреть. Потому что это напрямую влияет на то, что вы сейчас делаете. Это напрямую влияет на то, как вы себя сейчас ведете. А ведете вы себя как жертва, которая не готова брать ответственность на себя за то, что она делает. Но при этом хочет, чтобы ей помогли, да. Хочет, чтобы ей как-то вот, ну может быть, чтобы ее пожалели. Может быть, чтобы как-то вот что-то еще. Это не то, что может дать вам психолог. Психолог не занимается жалостью, психолог не жалеет. Но психолог помогает найти решение. Я так полагаю, что из вашего текста можно сделать вывод, что, скорее всего, вы еще и любите играть в игру данного. То есть вот если вам, например, что-то порекомендовать, да, ну что-то сделать, да, то есть будут какие-то советы, какие-то рекомендации вам, если будут, вот. Что я так думаю, я так полагаю, что вполне возможно, что вы все это будете отвергать, все это вы будете отрицать. И будете, ну, я не знаю, насколько осознательны, но искать поводы остаться в этом же самом состоянии, в каком вы находитесь сейчас. По факту, вот. Потому что для того, чтобы что-то делать, нужны решения, да, нужны какие-то действия, нужен выбор, вот. У меня есть такое ощущение, что вы к этому не готовы, ну, не готовы к тому, чтобы выбор делать свой, вот. Здесь и сейчас. Именно здесь и именно здесь и именно сейчас. Вот. Вот. Это то, что касается непосредственно, вот, общего впечатления о вашем декаде. То есть здесь необходимо разобрать то, как вы видите, вы видите отношения свои, вот. Здесь необходимо разобрать то, как вы воспринимаете мужчину своего, воспринимали своего мужчину. Здесь необходимо разобрать, для чего вы брали кредиты, вот. Какие у него проблемы с банком, что это за проблемы такие, что он не может кредит брать. Вот. А по какой причине вы, как бы, помогаете ему в этом, да, то есть, то есть, ну, зачем вы это делаете, для чего вы это делаете. То есть, брать ответственность такого типа за других людей для вас нормально, или вы берете ответственность только за тех, кого вы любите, а, соответственно, любовь, это для вас также имеет, ну, какое-то некое такое важное значение, например. Какое-то. Вот. То есть тут вот эти вот все вещи, их нужно разбирать. Конечно же. Вот. Потому что по-другому разобраться с тем, что именно с вами происходит, ну, возможности не представляет. Дальше. Значит, как долго начинались отношения, у него были проблемы с банком. Какие, почему? Чтобы их избежать, взяла на себя кредиты. Опять же, проблема у него, кредиты берете вы. То есть, эта позиция, ну, несколько интересна. То есть, почему бы ему не решить, а, значит, свои проблемы и взять кредит и с нему так нужно. Вот. Далее, как бы, что это за ваши личные границы и что это за отношение к себе, если вы можете в начале отношений взять на себя кредит почти на миллион рублей. Вот. То есть у вас здесь либо сверхмотивация очень большая, но сильная, то есть мотивация взять кредит, чтобы удержать мужчину, а это страх его потерять, это страх остаться одной и так далее. Вот. Либо, ну, есть какие-то еще аспекты, из которых мне, конечно, недоступны заказы. Для понимания, ну, просто потому что мало информации очень. Вот. Но должно быть субъективное обоснование того, что вы это сделали. Вот. Вот. Какой у вас был, например, план, да, там, там, как вы будете отдавать этот кредит? Этот кредит. Как бы, вот. А, вы пишите, так как любила человека. Знаете, здесь, если честно, вот тоже есть небольшие сомнения. Ага. Дело в том, что любовь, она сразу не приходит. Как бы. Любовь, она приходит, ну, вот, взяк какое-то время. Да? Вот. И вы говорите, что встречались с молодым человеком или встречаетесь с молодым человеком год. То есть сейчас, на данный момент, на данный момент, вы встречаетесь с ним год. То есть вот на момент, ээээ, 23 марта, эээ, 18-го года. Вы встречаетесь год с ним. Но, кредит-то вы взяли в начале отношений, как вы сами сказали. Значит, что получается? Получается, что вы, эээ, пошли на определенные действия уже до того, как у вас могла бы появиться любовь. Ну, любовь, эээ, в, эээ, скажем так, ну, в классическом понимании слова, да? Вот. То есть не та любовь, которую, вот, ну, которую вы называете любовью. То есть, эээ, деньги, деньги, да, то, что вы за счет денег как-то, ну, возможно, я не говорю, что это так, но возможно, за счет денег вы их пытаетесь, пытались его удержать, возможно, или боялись потерять, или активно, эээ, что-то там для него, эээ, пытались, эээ, сделать. Вот. То есть, это любовью, ну, назвать, эээ, нельзя. Вот. Это не любовь. Это, скорее, эээ, ну, можно назвать, это, в принципе, можно назвать страстью. Можно назвать страстью. Вот. Можно. Но не любовь. Вот. А любовь, если она и есть, если она, эээ, имеет место быть, или имела место быть, то она, эээ, пришла позже. Вот. И уж точно любовь, она не подразумевает, эээ, такого плана, плана действия. Понимаете? Вот. Вот. К сожалению. К сожалению. К сожалению. Потому что это, ну, слишком, эээ, слишком тяжело. И если человек вас любит, да, вот именно человек вас любит, если, то он, эээ, ну, вы сами, сами, вот, как, как считаешь, эээ, ну, позволил бы человек, который любит, а, вот, позволил бы этот человек, эээ, вам взять кредит, например. Вот. Ну, мне что-то подсказывает, эээ, что нет, не позволил бы. Что-то просто важно здесь понять и его отношения к вам. Вот. Потому что, это очень важный аспект отношения к вам. Дальше идем. Дальше идем. Дальше идем. Так, в холодное время года не выхожу на улице, сижу в онлайн, в онлайн игре, общаюсь с людьми. А, вообще, вы об этом пишете, ну, знаете, так, как будто, ну, походя. Вы об этом пишете походя. То есть, как будто это, понимаете, эээ, вовсе и не значит ничего, ничего. Вообще. Вот. Тогда как, тогда как, это очень важный аспект, на самом деле. Потому что, есть причины, по которым в холодное время года вы не выходите никуда, вы не выходите на улицу, как-то живете, да, и почему-то играете в онлайн игру. Почему-то играете именно, именно в онлайн игру. То есть, вы не работаете, эээ, ну, не занимаетесь, как бы, эээ, рабочей деятельностью, да. Вот. Вы именно играете в онлайн игру. И, судя по тому, что вы написали, я могу предположить, что играете вы в неё, ну, как бы, эээ, ну, достаточно много, достаточно много, достаточно, эээ. Если можно так выразиться. Вот. И так далее. А, игра в онлайн, эээ, игра онлайн, да, вот это, ну, такое времяпровождение, это, по сути, это, эээ. Избегание. Избегание. Избегание реальности. Вот. Ну, то есть, вот, то, что делаете вы, вы избегаете реальности. Вот. И это, тоже важный аспект. Эээ, по какой причине вы играете в онлайн игру? Эээ, где в этот момент ваш молодой человек? Как у вас с ним складываются отношения, эээ, с молодым человеком? Как он относится к тому, что вы играете в игру? Вот. Эээ, почему вы общаетесь с людьми? То есть, почему вы, ну, грубо говоря, эээ, грубо говоря, да, используете, эээ, используете, эээ, онлайн игры для того, чтобы взаимодействовать, эээ, с людьми. Вот. То есть, по какой причине вы это делаете? Вам же, получается, чего-то не хватает? Опять-таки, да, возвращаемся к этой позиции. Вот. Вам чего-то не хватает? Что? Чего не хватает? Если не хватает? Вот это то, что нужно баги анализировать. Вот. Дальше. Так. С марта отношения начали накаляться ссоры и обиды. Ну, понимаете, вид такой, что ссоры и обиды, они не появляются просто так. То есть, если возникли ссоры, если возникли обиды, значит, что-то их спровоцировало. Вот. Важно понять только, что именно. Это вопрос скорее уже к вам. Вот. Что конкретно спровоцировало... 40. Что послужило причиной того, что вы ссоритесь с мужчиной. Вот. Ведь понимаете, что в конфликтах, да, участвует, ну, два человека. И вы участвовали в этом конфликте? Участвовали в ссорах? Зачем-то? Для чего-то? Почему-то? Либо вас это как-то очень сильно задевало, либо там что-то еще было. Такое. Ну, опять же. Опять же. Опять же. Вы ничего, абсолютно ничего не рассказываете о, собственно, причине ссор. Понимаете? Вот. А без причин невозможно будет помочь вам в ситуации решить. Ну, потому что нет материала для анализа. С другой стороны, ссора всегда преследует цель избегания близости. То есть, я могу предположить, что вы за своим молодым человеком просто избегаете близости. И на это есть причина. То есть, есть причина, по которым вы избегаете близости с ним. Ну, либо боитесь, либо что-то еще может быть. Вариантов много. Не все они пройдут вам. Это понятно. Но их нужно разбирать. Дальше. На 8 марта даже не поздравил. Не поздравил. Так а вы как? Вы с ним как? Вы вместе не живете с ним? Вы как взаимодействуете? У вас какой характер отношений? Вот. То есть, если вы вместе не живете, то возникает вопрос. Так а? А это получается, что не живя вместе с ним, вы взяли кредит на него. Такой вопрос, тогда для чего, что хотели, какая была цель изначально этого. Ну, меня, вот, вот, меня не прикрепляет ощущение, что вы хотели просто его удержать таким образом, молодого, молодого человека, вот, могу ошибаться, но мне, мне кажется, что именно, именно так. Вопрос, вопрос, для чего удержать, чтобы что. То есть здесь вы, как бы, говорите, что мне не нравится, да, как складывается отношение, что он меня даже не поздравил. А как вы это восприняли, что он вас даже не поздравил? В какую ситуацию вас это ставит? Что он вас даже не поздравил? Что для вас это значит? Что он вас даже не поздравил? О чем это говорит? Заделали ли это вас? Хотели ли вы, чтобы он поздравил вас, например? А зачем? Ну, то есть, почему вы хотели этого? Что бы он вас поздравил? Что бы он вас поздравил? Важный момент, момент. Важный. Дальше. В той же игре познакомилась с молодым человеком, то есть, с еще одним. О проблемах он знает, а парни тоже. Так, ну, вы пишите, что в той же игре познакомились с молодым человеком. Интересно, что вы молодого человека, по сути, никак не характеризуете. То есть, такое ощущение, что это просто вот еще один молодой человек, и все. Смотрите. Вы говорите, что он знает о проблемах. О каких проблемах? Не точите за какую-то иронию или сарказм, но у меня ощущение, что вот этот молодой человек знает о ваших проблемах больше, чем вы написали нам. Вот. Но ведь помочь-то, а вы просите нас, значит, я думаю, что, я думаю, что, нужно все-таки именно нам, в первую очередь, объяснить, что за проблемы у вас в отношениях. Вот. Понимаете? Кто-то молодой человек знает о проблемах, и знает о парнях, и так хорошо. Но, опять же, непонятно, что для вас это значит конкретно. Значит ли это, что вы хотите встречаться уже с ним, или значит ли это, что вы, грубо говоря, любите, любите уже другого человека? То есть любите, вот, его теперь, да? То есть, вот, подумайте, подумайте, для чего вы это все говорите. Какое значение вы вкладываете в эти свои слова? Да. А дальше вы пишете, а не знаю, что делать. Не знаю, что делать, чтобы что. То есть, мы тоже не знаем, что делать, потому что не совсем понятны ваши цели, не совсем понятны ваши ориентиры, не совсем ясно, чего вы хотите, что вам нужно. Вот. То есть, с точки зрения, например, заботы о себе, вам не нужно сейчас никаких новых отношений, потому что необходимо разобраться в себе. Лучше. Лучше. Да? То есть, как бы, как бы, лучше разобраться в себе. Лучше разобраться в себе, спокойно проанализировать, посмотреть, подумать. Вот. И уже, разставшись с молодым человеком, который у вас есть на данный момент, вот уже, разставшись с ним, принимать какие-то решения относительно того, что делать дальше. Вот. Это, с точки зрения, вот, заботы о себе. А чего хотите вы? Какие цели, задачи у вас? Это вопрос. Это вопрос. И мы их не знаем, к сожалению. Но мы не знаем, чего вы хотите. Поэтому вам нужно вот определиться с этим. И после этого уже можно будет о чем-то говорить. После этого можно будет говорить о том, что вам делать. После этого можно будет говорить о том, как вам поступать. Вот. Но по факту, по факту, По факту. Только после этого. Так как боюсь с этими долгами остаться, если брошу, и выяснить быть не хочу, так как надоело равнодушно, хотя говорит, что любит. Смотрите. Надо сказать, надо сказать. Что вы здесь совершаете определенную ошибку. Какую? Уже сейчас, на данный момент, вы не построите с ним хороших отношений, потому что вы с ним из-за страха. Вы боитесь, вас удерживает только долг, ну то есть долги. Вот. И всё. То есть такие отношения, они уже себя по сути исчерпали. Даже если мужчина вас любит, даже если он любит вас, всё равно ваши отношения, они ни к чему, скорее всего, не приведут, потому что чувства нет у вас, по крайней мере. И, соответственно, в этой ситуации, в этой ситуации, выбирать вам не из чего. Но вот страх, страх того, что вы можете остаться с этими долгами одна, вполне понятен. И этот вопрос, как и сказал мой коллега, решать нужно юридически. Потому что молодому человеку будет очень легко повесить на вас все долги. Вот. И формально, если вы брали кредит на своё имя, формально мужчина, он не должен платить за этот кредит. Вот. Понимаете? Какая здесь история. Поэтому в любом случае вам предстоит выбрать здесь. Вы либо держитесь с ним из-за денег, в этом нет ничего плохого, это просто ваш выбор. Вот. Либо вы держитесь с ним из-за денег, либо вы уходите, а ему предлагаете просто уходить, не надеясь на него, да? Вот. Ощидаясь, что сами будете платить кредит. Но ему, как бы, значит, предлагаю возможность это сделать. Вот. Вот. Это вопрос-выбор. Знаете? Вопрос вашего выбора. Страх. И дело не в том, чего вы боитесь. Дело в том, как нужно поступать. Страх, страх. А в данном случае вообще не про эту ситуацию. Вот. Страх, он, скорее всего, здесь именно про что-то другое. Я не знаю, конечно, про что именно. Вот. Но про что-то другое. Потому что, ну, мужчина, да, поступил не очень хорошо. Да, мужчина позволил вам взять кредит. Но и вы это сделали тоже. Это же и вашим решением было. В том числе. Понимаете? Так, а вы это делали почему? Для чего? Потому что любили его? Потому что хотели, чтобы он был счастлив? Допустим, да, хорошо. Это замечательно. Но продолжайте в том же духе тогда. Вот. Если вы хотели, чтобы он был счастлив, то что изменится после этого? Понимаете? Вот. Вы пишите, надоело равнодушие? Так вам равнодушие с его стороны надоело или у вас чувства прошли? Субъективной стороны, что происходит анонимно у вас. Одно дело, одно дело, если вы не любите больше человека. Вообще. Если вам он не нравится и вы не, и вы, у вас чувства к другому. Вот. И другое дело, если у вас есть любовь, но отношения не устраивают. И другой молодой человек, другой молодой человек, это просто выход из этой ситуации. Но если так, то с этим опять же нужно работать. То есть, вам в этой ситуации нужно решить для себя, как и что вы будете делать. То есть, если любви нет, готова ли я на отношения по расчету. Хотя бы для того, чтобы погасить кредит, например. Или парень мне поможет, или сама начну больше работать. Да? То есть, ну, вместо того, чтобы играть. Как бы. То есть, например. Например, да? Хотите свободу. Допустим. Хотите свободу. Но просто прекращаете играть, больше работаете, получаете больше денег и быстрее оплачиваете кредит. Все просто. Но вы же этого не делаете. Почему? Вот. По той же причине, по которой вы в холодное время не выходите на улицу и сидите в онлайн игре. Общаясь с людьми. Так. Насколько вы отвечаете за себя? Дальше. Если вы знаете про правильность игры, не знаете, что может сделать. Так вы боитесь за себя, за то, что не сможете себя защитить или как? Как вы себя в отношениях поставили вообще аноним? Подумайте на эту тему. Может быть пришло время выставить молодому человеку границы. Может быть пришло время заявить о себе, сказать то, что вам хочется, то, что вам нужно, то, чего вам не хватает, например. Да? То есть не ссориться, как вы это делаете сейчас, а именно спокойно, но твердо заявлять о своих желаниях. Вот. Вот об этом вы, ну, не думали об этом? Вот такую мысль не допускали для себя? А если вы хотите, но что-то мешает, то что мешает? Что может мешать вам? Понимаете? Важный момент. Важный момент. Вот. Вот так, я думаю, вам можно ответить на вопрос. Как видите, это достаточно серьезная тема. Это тема личных границ. Это тема ответственности. Это тема женской модели поведения. Это тема потребностей, то есть ваших, да, то есть, ну, вот, значения, которые вы вкладываете в любовь. Это тема мотивации отношений. Это тема собственной реализации. Это тема жизненных целей, ориентиров того, что вы хотите для себя. Это тема восприятия себя. Что вы понимаете? Вот. Вот со всем этим нужно работать. Так что, ну, по крайней мере, подумайте об этом хотя бы. Я не знаю, насколько вы готовы к индивидуальной работе или нет. Но ситуация однозначно сама по себе не изменится. Вот. Я не знаю, насколько честен, насколько открыт, насколько позитивен ваш молодой человек, с которым вы встречаетесь. Но я совершенно точно знаю, что деньги не должны влиять на отношения. И то, что вы боитесь, либо вы не уверены в нем, либо вы не уверены в себе. Если вы не уверены в нем, то он вам, получается, для чего-то нужен был, несмотря на его неуверенность. А если вы не уверены в себе, то это, опять же, ваши внутренние конфликты. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.